По календарю октябрь, середина осени, однако в холодных широтах этот месяц завершает золотой сезон, предвещая зимние холода. Садоводам особенно важно следить за погодой. Днём октябрь радует солнцем, а ночью грозит первыми заморозками. Что нужно успеть сделать до окончания дачного сезона? Как всегда по пятницам мы приглашаем в студию самых лучших специалистов дачников, чтобы они ответили на ваши вопросы. Напоминаем телефон 47 99 75. Сегодня у нас в студии Михаил Заварухин, агроном. Михаил Аркадьевич, доброе утро. Рады видеть. Доброе утро. Ну, вопросов у нас, как всегда, много, поэтому давайте начинать. Давайте. Здравствуйте. Меня зовут Надежда Петровна. Я хочу спросить, как бороться с личинкой древогубца? Он все мне кустики перегрыз. Личинка древогубца. Как с ней бороться? Сложный вопрос. Следующий вопрос. Нет, 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 нет. Вопрос достаточно сложный, потому что, скажем, в своем саду мы с этим практически не сталкиваемся, потому что при регулярных химических обработках от других насекомых вредителей, как правило, погибает и наш древогубец. Правильное его название – древесница въедливая. Чем сложно бороться с этим вредителем? Цикл его жизни – три года. То есть бабочки вылетают где-то в июне, в июле и откладывают яйца до середины августа. Дальше маленькие гусенички вгрызаются в побеги, пока они маленькие, вред небольшой. Потом они зимуют, потом они на второе лето продолжают вредить, поскольку пока они маленькие, живут в маленьких побегах, становятся побольше, они ищут себе дом побольше и, соответственно, уже прогрызают большие дырки. И, собственно, когда наш древогубец перезимовал вторую зиму и идет на третий год жизни, вот тогда уже получаются повреждения большие, видимые, потому что на самом деле личинка такая, или червячок этот достаточно солидный. Начинать нужно бороться, естественно, с того момента, когда бабочка начинает откладывать яйца и личинки выгрызаются в молодые побеги. То есть где-то в первой половине августа нужно обязательно дать обработку, особенно те культуры, которые поражаются сильнее. Урожай, как правило, если, допустим, на малине часто есть повреждения, либо молодые деревца, то есть там или урожая нет, или уже собран, то есть можно дать обработку, но сложность в чем? Он же залез внутрь, в домике, его простым интавиром не возьмешь. Системные препараты. В садовых магазинах должны знать, что это такое, названия меняются, но могут меняться. Но, как я говорю, разные фирмы со своим ведерком идут к одной большой цистерне, разливают по маленьким флакончикам и клеят каждую свою этикетку. Самое главное – действующее вещество. Запомнить сложновато. Имид-аклоприд – это основное действующее вещество, разрешенное к применению на дачных участках. Названия могут быть «Комфидор», «Командор», «Карада» – еще там несколько названий. Разные фирмы по-разному называют. Ну и, соответственно, чтобы убить тех древогубцев, которые перезимовали и сидят внутри побегов, весенняя обработка по листьям. Потому что препарат впитывается через листья, поступает внутрь во все ткани растений, где бы ни сидел вредитель, в каком бы домике он ни был, этот препарат его достанет. Ну, помнить, что обрабатывать нужно либо до цветения, либо после цветения. Ну и самое главное – за три недели до сбора урожая. То есть сейчас мы ничего не делаем? Сейчас мы ничего не делаем, потому что те, которые прогрызли вот такие дупла, они уже все окуклились, они тоже в домике. То есть там вылупится бабочка на следующий год моего. То есть его уже нет. Те, которые маленькие, еще там на втором году жизни, а сейчас уже практически нет листьев. И как бы мы ни обрабатывали препарат, миф питается в соки растения. То есть весенняя обработка – это где-то май месяц после цветения. И правда сложный вопрос, да. Действительно непростой. Давайте послушаем следующий. Рита, скажите, пожалуйста, каким образом можно сохранить ежевику в эту зиму? У меня второй год ежевика. Первую зиму она сильно обназла, хотя я ее укрывала. А вот как сохранить у меня вот на втором году ее? Вся сложность с сохранением вот таких, ну, наверное, экзотических все-таки растений в зиму, она заключается в том, что мы не знаем, какая будет зима. Если зима снежная, то бывает достаточно легкого укрытия, ну, условно говоря, накрыли геотекстилем и сверху полиэтиленовой пленкой, и оно зимует. Если зима бесснежная, как была предыдущая зима, и та зима тоже, то такого легкого укрытия бывает недостаточно. Поэтому, чтобы с гарантией перезимовать ежевику, я бы сделал так. Накрыл бы сначала геотекстилем, в принципе, любой плотности. Потом дал бы слой листьев из леса хотя бы сантиметров 5-7, и потом сверху накрыл полиэтиленовой пленкой, но не вот так вот, а хотя бы метр. Нужно накрыть площадь на тот случай, если не будет снега. Это позволит удержать комфортную температуру зимовки для ежевики. Понятно. Дальше идем, да, следующий вопрос. Здравствуйте, это Надежда Петровна Китаренко. Скажите, пожалуйста, с койю польшу приносит овец? Каждый год сею овец на грядках. Вроде бы простой вопрос, и ответ, в общем-то, будет такой, ну, многогранный, наверное. Во-первых, овес — это зеленая масса, которую, когда мы закапываем, она потом перегнивает и дает дополнительную органику. То есть седираты, посев овсали или любой другой культуры, после основного урожая или вместо основного урожая, седираты — это обогащение почвы органическим веществом, потому что без органики наша почва становится вообще малоплодородной. Значит, второе — густо посеянный овес, он подавляет всходы многолетних сорняков. Многолетние сорняки очень любят всходить во второй половине лета, когда идут дождички, если грядка у нас стоит, ну, условно говоря, выкопали что-то раннее, в конце августа или в начале августа. Эти сорняки всходят, они вроде маленькие, но весной, уже в начале апреля, только-только солнышко заблестело, снег сошел, они начнут расти, и к маю месяцу, когда грядки оттаяли, мы видим вот такие жирные лопухи многолетних сорняков. Овес не дает этим многолетним сорнякам развиться, они всходят и погибают в темноте. Ну и третье, считается, что овес через выделение каких-то веществ из корней в почву, кстати, это все растения делают, чтобы покормить полезные бактерии, то есть бактерии помогают растениям, растения помогают бактериям, симбиоз такой, что вот эти корневые выделения заставляют выйти из спор и спящего состояния болезнетворные микроорганизмы. Те, значит, вышли из домика, пошли покушать, а, собственно, того растения, которому они собрались принести вред, а его нету, но они помирают от голода. То есть как бы обеззараживает почву. Удобно, полезно. Еще вопрос. Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, ремонтантная малина, можно ли сейчас ее пытаться посадить на зиму? Не просто можно, а нужно, потому что малину нам все равно укрывать, и вот то, что мы только что говорили про ежевику, потому что малина, в общем-то, даже ремонтантная в бесснежную зиму может вымерзать, просто корни вымерзают, поэтому мы не знаем, какая будет зима с точки зрения снега, вот как я говорил про ежевику, также укрываем ремонтантную малину, это будет гарантия того, что она перезимует. Следующий вопрос интересный, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Хочу спросить, я выкопала в лесу сосенки, хочу ходить во дворе, как правильно, печь так, это сделать? Сосны, да? Казалось бы, да, ну что там, выкопали в лесу, посадили. У меня есть такой опыт, правда это касается не сосен, а елочек, но, собственно, два года мы пытались, осенняя посадка. То есть, вроде выкопали из лесу наше, родное, да, все хорошо, посадили, весна приходит, умерли. А причина очень простая, сейчас вот буквально через 3-4 недели наступит ноябрь, и у нас начнут дуть сухие холодные ветра с пустыни Гоби, оттуда Монголия, Китай, влажность воздуха будет порядка 20%, и несмотря на то, что хвойники, они, казалось бы, там, не хотят отдавать свою влагу, но эти ветра, они высушивают практически все, что только может высохнуть, белье на морозе сохнет. И эти же ветра высушивают как раз посаженные в зиму хвойники, потому что корневую систему мы повредили, влага не поступает, причем влага имеет свойство поступать даже из замороженной земли, то есть, верно, там, движение воды, такие физические процессы происходят. Значит, что нужно сделать? Посадили сосенку, вбили 4 колышка, обили картоном, обычным упаковочным картоном от любых коробок. Закрыли от ветра. Закрыли от ветра, влага не уходит, в таком виде сосенки должны перезимовать, но это только первую зиму, на следующую зиму будет все хорошо. Михаил Аркадьевич, спасибо вам большое, что так подробно отвечаете на вопросы. У нас, напоминаю, что на студии был Михаил Заварухин, агроном. Спасибо.